Клубный чемпионат мира Клубный чемпионат мира стартовал. И вновь Бразилия, и вновь Битим, все тот же душный зал и невероятная поддержка бразильских болельщиков Сада Крузейра. Где-то мы это уже видели. Года три назад. Соскучились ли? Вопрос сложный. А вот турнир, как ни крути, престижный. Да нет, на самом деле, в этом нет сложности. Они не болеют профи команде, они болеют за волейбол, за красивый. Когда ты играешь, ты не замечаешь ни болельщиков, ничего, просто шум на единственный момент и все. Так что это даже, наверное, в плюс, это интереснее. В формат турнира четыре команды. Казанский «Зенит», бразильский Сада Крузейра, итальянская Любя Чеветанова и катарский «Аль Роян». На групповом этапе каждая команда играет с каждой. Дальше день отдыха, затем полуфиналы и финал. Итого каждый клуб сыграет пять матчей за шесть дней. Турнир стартовал с сухой победой Чеветановы над катарцами. А дальше – встреча старых друзей. «Зенит» Казань, «Сада Крузейра». Алексей Вербов выпускает привычную для нынешнего сезона стартовую шестерку. Михайлов Нгапет, Соколов Будько, Вольвич Кононов и Валентин Голубев на позиции Либера. Жаль, но эту встречу точно нельзя занести в актив казанцам, о чем красноречиво сказал сам Алексей Вербов. «Считаю, что это был наш худший матч в сезоне. Даже не могу выделить ни один из элементов, в котором мы были лучше, чем бразильцы. На это есть, конечно, много объективных причин, но не хочу сейчас вдаваться в подробности и искать какие-то оправдания». Главным фактором успеха хозяев стала невероятная подача, которую бразильцы начали вваливать с самого начала. Причем каждый из шестерки подающих «Сада» исполнял мощную силовую, и за исключением «Перина» все хоть раз подали на вылет. Всего же за игру 9 эйсов против 4 у «Зенита». А счет первой партии 20-25. «Тяжеловато в нем играть, так как там жарко, влажно. Своеобразная техника приема, но прием и защита, касание, любое касание, оно сложное. К этому надо привыкнуть, к именно тому, что влажно здесь». 16-16 и равная борьба до середины второго сета. Далее у бразильцев на подачу выходит «Исак» и уже плюс 3 для хозяев, отыграть которые казанцы уже не смогли. Диагональный «Сада» Крузейра «Эвандро» был безупречен в концовках, став самым результативным игроком матча, набрав в итоге 16 очков. 20-25. В третьем сете вместо Голубева появляется Кротков, но бразильцы продолжают свой арт-обстрел. Тем не менее, атаки Нгапета, набравшего в итоге 9 очков, и Соколова с Михайловым, в активе которых 12 очков, позволили «Зениту» повезти 12-8. Но вновь бразильская подача. 13-13, 18-21 и 22-25. 0-3 в пользу «Сада» Крузеева. «Уверен, что, скажем, в нем мы будем становиться только лучше, тем более, что формула турнира это нам позволяет». Еще пару игр, и мы привыкли к этому залу, и наладим свои. Так что прием и уберем свои ошибки. Сейчас мы можем очень много говорить, но я думаю, что думать не нужно. Нужно показать все на поле. Свой следующий матч «Зенитовцы» проведут уже 4 декабря в 23 часа 55 минут по московскому времени против катарского Аль Раяна. Кстати, прямую трансляцию всех матчей «Казанского Зенита» на групповом этапе вы можете посмотреть на основном канале «Матч ТВ», а также на интернет-портале «Спортбокс.ру». Мы же вместе с болельщиками от всей души поздравляем главного тренера «Казанского Зенита» Владимира Романовича Олегна с его днем рождения. Желаем легендарному тренеру, конечно же, крепкого здоровья, удачи, творческого вдохновения и новых побед, как на площадках, так и за их пределами. Редактор субтитров А.Семкин